Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать на мой сервер Amazing PokeWorld. Сейчас мы находимся на моем первом сервере. И угадайте, что мы будем делать? Мы будем открывать кейсы. Во-первых, я бы хотел сказать, ребята, давайте, пожалуйста, наберем 200 лайков. Это действительно придаст мне больше сил для записи новых видео, больше лайков, больше видео. И это также будет круто для вас, потому что вы тоже хотите новые видео, да? Точнее, еще больше видео. Поэтому, ребята, пожалуйста, не поленитесь поставить палец вверх. Я буду этому очень рад, потому что это дает мне отдельную мотивацию. Также я благодарен тем, кто сейчас находится рядом со мной, смотрит это видео, это значит, что вы меня поддерживаете. И тоже огромное спасибо вам за это. Что я бы хотел сказать? Сегодня на моих серверах, ссылочка в описании, кто не знает мои сервера, заходите, пожалуйста. Я буду очень рад новым игрокам на сервис. Сейчас ночь, поэтому никого нету. Но, если вы захотите поиграть вместе со мной на моих серверах, пожалуйста, ссылочка в описании, заходите, скачивайте лаунчер и играйте. Сегодня на сервера были добавлены кейсы. Сразу же скажу, да, это кейс с Black Dragon, с другого сервера. Но, если вы не были в курсе, то мой сервер, это часть серверов Black Dragon. То есть, те админы, что сейчас на Black Dragon, эти же админы сейчас у меня на сервере. Просто мы давно знаем друг друга, и они мне помогли создать вот этот сервер. Поэтому этот сервер тоже их, можно и так сказать. Мои сервера, это тоже их сервер. Поэтому они мне предоставили свои моды. Сегодня это все было сделано. И, ребята, у нас 4 кейса. Давайте перед тем, как их открывать, я подробно все опишу. У нас есть 4 кейса. Первый кейс, второй, третий и четвертый. Их вы уже можете приобрести в донате. Это как КСГО. Нужно один бокс купить. И для этого бокса тоже нужен один ключ. Как видите, у меня тоже есть уже ключи. То есть, серебряный бокс самый простенький. Что серебряного бокса может выпасть? Обычные Шайни покемоны. То есть, нормальные Шайни покемоны. Такие, как, допустим, Шайни Старью, Шайни Гулет, Шайни Манчлакс вроде. Ну, такие обычные покемоны, которые пригодятся вам в обычные дни для тех же турниров, прокачки своих других покемонов или же для сражения с другими людьми. Это вот этот серебряный. Дальше. У нас идет золотой. Вот он. Что падает с золотого сундука? Из золотого сундука падают Шайни Стартовики. То есть, Шайни Матки, Шайни Пипла, Шайни Чармандер, Шайни Чимчар и другие Шайни покемоны. В принципе, это второй по счету снизу бокс по своей ценности. Дальше у нас идет алмазный. С алмазного бокса выпадают редкие покемоны. Такие, как, допустим, Шайни Риолу, Шайни Доротини, Шайни Зоруа, Шайни Сандил, Шайни Блисси и другие покемоны. Ну, он алмазный. По сути дела, понятно, что он выше, чем золотой. И последний это у нас Изумрудный. Что падает с изумрудного сундучка? С изумрудного сундучка падают все легенды. Все легенды и Шайни Легенды. Да, ребята, Шайни Легенд нету даже в донате. То есть, на донате, на сервере, в самом разделе вы не сможете купить Шайни Легенд. Вы не сможете вообще получить никакую Шайни Легенду на сервере, потому что, по сути, их просто не существует. За турниры Шайни Легенд не выдают. Может, иногда, но очень редко. То есть, я, когда провожу турниры, я не выдаю легенды практически за каждый турнир. Может, иногда, редко. Они не спавнятся, Шайни Легенды. И, в принципе, напросто вы их даже не сможете купить за донат. Единственный путь приобрести Шайни Легенд, это купить сундучок и открыть его. И, ребята, я специально для вас сегодня предоставляю эту возможность посмотреть, как мы будем открывать все сундучки. У нас здесь каждый сундук по три штуки. То есть, в общей сумме 12 сундуков. Мы сегодня открываем 12 сундуков прямо как CS GO. И будем надеяться, что нам выпадет что-то крутое. Первый сундук у нас идет... У нас идет... Серебряный. Давайте же, ребята, сразу же откроем. Первый пошел. Вот смотри, там Шайни Абрас, Шайни Тедюрсу, Тедюрса, Шайни Пичу, Шайни Хорси, Шайни Мачопы, Шайни Сайтеры. Кто нам выпадет? Шайни Тедюрса. И, ребята, вы видите, что это такое? Вы видите, что это такое? Я в руке держу Шайни Тедюрсу. Покемон, который нам выпал с ящика, он нам не добавляется в список наших покемонов. То есть, не кидается сразу нам, как будто это наш покемон. Или если у тебя заполнены все покемоны, да, 6 покемонов в команде, то покемоны, которого ты выбил, он не добавляется тебе в компьютер. А он тебе выдается в виде итема. Вот смотрите, итем Шайни Тедюрса. Это улучшит систему обмена, потому что вы можете выкинуть Шайни. Ребята, вы когда-то думали, что вы сможете выкинуть покемона наружу? Вот он. Вы выбили покемона, вы выкинули покемона, сейчас Шайни Тедюрса тусуется на улице и ничего не делает. Вы можете хранить его в инвентаре, вы можете его в сундук поставить. Эти покемоны, это как будто итемы. И вы, ребята, сможете хранить его везде. И вы спросите, а как нам получить этого покемона? Ну, не получить, а как нам его добавить себе? Ну, смотрите, вы можете с кем-то обмениваться, да, он, например, вам там ключик дает, а вы ему там отдаете Шайни покемона. И все круто. Или, если вам сейчас этот покемон не нужен, вы просто-напросто берете, ставите его в компьютер, даже не в компьютер, а ставите его в сундучок и забираете тогда, когда вам нужно. И так с собой вы сможете носить полный инвентарь покемонов. А как его получить? Просто берете, тыкайте им по земле, и он добавляется к вам в, ну, ваши слоты покемонов. Вот он, ребята, Шайни Тедюрса. Дальше, давайте второй. Второй пошел. Будем так, не по очередности открывать, а сначала полностью один, потом полностью второй, полностью третий. Чтобы сразу, да, такой азарт был небольшой. Так, ну, такой себе покемончик, да, то есть, давайте сразу, вот, смотрите, опа, какой он красивый в руке, да. Давайте сразу же добавляем его себе. Вот он, ребята. Вот он. Дальше. И последний. Последний. Открываем. Давай, давай. Ножик, статтрек ножик, давай там, выпади. И, ну, или там, я не знаю, Шайни Абрам, Шайни Хорси очень ценится на сервере. Потому что Кингдра, это, в принципе, крутая эволюция. Что нам выпадет? Еще один. Еще один. Да, ты издеваешься. Ну, в принципе, как в Кэске, да, не может выпадать самые крутые вещи, а иногда выпадают и вот такие. Тут где-то есть у нас. Да, в принципе, я где-то ставил. Знаете, в чем прикол? Я сам создавал вот этот спаун, я его полностью устроил, сам вот этот. Да, охренеть. Чувак, я зашел на сервер, чтобы, как бы, кейсы пооткрывать, да, а нет для того, чтобы на меня нападали другие покемоны. Я, я сам строил, в том-то прикол, что я сам строил вот это все, сам строил вот эти все города, постройки, но сам забыл, что где и как находятся. Так, ну, потопали. Мы открыли полностью, мы открыли полностью все стеребряные сундуки. Дальше у нас идут, идут по счету золотые, потопали. Вот смотри, Шайни Синдаквилл, Шайни Чуртвик, Шайни Чикурита, Шайни что-то, Машавод проскакивает, что нам выпадет, что нам выпадет? Давай, что-то крутое, пожалуйста. А-а-а, останавливайся, давай, уже пора останавливаться. Я бы, если честно, даже был, был рад, если бы мне выпал Шайни Чармандер, такой черненький, черненький Шайни Чармандер. Пожалуйста. Или мне кто-то другой выпадет? Мне кажется, что... Ну, давай уже останавливайся, твою мать. Шайни Бульбасавру, Шайни Бульбасавру. Вот он, тоже прикольный. Ну, ладно, то есть я, если честно, даже рад тому же Шайни Бульбасавру. Так, это сюда ставим, открываем. Дальше. Вот это реально долго вот это открывается. Ну, в принципе, тут много покемонов, да, куча стартовиков в этом наборе. Поэтому он так долго, наверное... О! Ребята! Шайни Чармандер, прям как я хотел. О, смотрите. Чармандер, итем Чармандера гуляет себе на улице. Опа! А, вот сейчас он не черный, да, то есть Чармандер, он такой золотого цвета, но когда он станет Чаризардом, он будет черным драконом. Это реально круто будет выглядеть. Так, дальше. Опа! Что выпадет нам еще крутое? Шайни Маткип было бы реально круто, если бы нам выпал Шайни Маткип. Это... Он ценится, он очень ценится на сервер Шайни Маткип. Еще сейчас натуры нужно посмотреть. Реально, может там какие-то крутые натуры попадутся. Чувак, я тебя прошу, не мешай. Дальше. Что нам выпадет? Что нам выпадет? Только, пожалуйста, не еще один Шайни Чармандер. Больше нам не нужно. Ну, еще один Шайни Бульбасарт выпал. Нормально. Так, какие натуры? Так, сейчас. Так, ребята, дальше. Дальше, дальше, дальше. Сейчас мы будем открывать... Дайте-ка я возьму компьютер. Дайте-ка я возьму компьютер. И поставлю его куда-то сюда. Мне кажется, будет полезно. Так, сейчас. Это вот сюда. Вот так. Сейчас у нас будет... Давайте этих удаляем. Я, к сожалению, не могу вот этого удалить. Так, это удаляем. И сейчас у нас идут редкие покемоны, ребята. Очень редкие. Давайте, первый бокс. Пошел. Давай. Что там летает? Шайни Лапрас я вижу. Поригон летает. Шайни Краегонал. Нету на сервере, потому что... Почему-то биома нету. То есть, ну, просто-просто не заспавился биом на этом сервере. А граница все-таки мира присутствует. Но, к сожалению, вот того биома с шипами на сервере нету. Поэтому Краегонал был добавлен в этот кейс, чтобы хотя бы хоть как-то его можно было... Ну, добыть, да? Кто нам выпал? Нам выпал Шайни Манчлакс. Давайте его себе заберем. Вот он, Шайни Манчлакс. Шайни Манчлаксов на сервере вообще не существует, потому что у Манчлакса же нету спауна. В смысле, в этой версии разработчики сделали, что Манчлакс только получается спариванием, да? То есть, Диту с Норлаксом получается Манчлакс. Но Шайни Манчлаксов вообще, ребята, нету. Я надеюсь, кто-то нам крутой сейчас выпадет. Шайни Иви там есть. Шайни Блисси. Поригоша. Опять Шайни Манчлакс. Да ты издеваешься? Это не очень хорошо. Шайни Манчлакс, пожалуйста, иди в баню. Последний кейс с редких... Последний редкий кейс алмазный. Если мне еще раз выпадет Шайни Манчлакс, то я попрошу, чтобы сократили вот этих Шайни Манчлаксов в этом кейсе, чтобы их не было так много. Если это, конечно, возможно. Там Шайни Риолу пролетел. Шайни Кранидос. Опа, Шайни Арчин выпал. Нормально, Шайни Арчин выпал. Давайте посмотрим на Шайни Арчина. Опа. Красавец. Шайни Арчина, в принципе, тоже в природе не существует, потому что это фосил покемон. Их вообще нету, да? Ну и что, ребята? Ну и что, ребята? Остались последние три кейса. Кейсы Легенд. Давайте посмотрим, что нам выпадет. Пошел первый. Я вижу там Шайни Молтер, Шайни Мьюту, Селеби, Шайни Гроудон. Куча Мью, куча Забдосов. Кто нам выпадет? Шайни... Нам выпал Шайни Мью. Офигеть, синенький Шайни Мью. Офигеть. Мью, 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 Мью. Я понял, я понял, Мью, 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 Мью. Так, давайте посмотрим. Там Шайни Поригон даже был. Шайни Поригонов тоже в природе не существует. Только в этом кейсе. Давай. 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 Пожалуйста. Кто-то крутой. Кто нам выпадет? Кто нам выпадет? Только не Мью, я тебя прошу. И не какая-то птица. Кого? Шайни Азелф? М. Такого покемона, в принципе, в природе не существует. Я не знаю, почему он добавлен в кейс. Азелф? А как он вообще называется? Азелф? Вот он. Оп. М. Так. Я думаю, кто на меня нафиг напал? Вот. Круто. Дайте я посмотрю. Так, это можно выкинуть. Азелф. 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 Вот тут, вот тут даже есть итемы. Так. Шайни Азелф. 2, 4, 3, 4. Нет. 5, 4. Сейчас. Азелф. Азелф. Этих покемонов даже еще в мод не добавили. Но почему-то эти итемы присутствуют. 5, 4, 3, 4. 5, 4, 3, 4. Вот так. Уже запомнил. Знаете, кто тут есть? Тут есть даже Шайни Арсиус. Прикиньте. Ну, как бы, итем тут-то есть. Вот. Шайни Арсиус. Но. Это создатель вроде покемонов. Да. Можете так сказать. Но его нельзя себе добавить. Потому что, в принципе, ее даже еще в моде не существует. Но я не знаю, почему тут делает вообще вот это. Вот эта фигня. Так. Стэйч. Давайте себе тогда еще один. Вот этот возьмем. Потому что нечестно получилось. Нужно вот это все будет убрать. И давайте еще раз посмотрим. Кто нам выпадет. Кто нам выпадет. Еще два кейса осталось. Еще два кейса. Опа. Потопали. Я надеюсь, кто-то крутой выпадет. Кто там пролетает. Я видел, как Гроудон пролетел. Я видел, как Лугия пролетела. Я видел, как Шайни Поригон. Шайни. Шайни Киогр пролетел. Еще Райкваза. Забдос. И Мью. Киогры. Куча Мью. И кто нам выпадет? Выпадет нам дождь. Не нафиг. Не очень хорошо, что дождь. Селеби. Нам выпал Селеби, ребята. Везерклир. Вот он. Обычный Селеби. Не Шайни. Там, в принципе, даже Шайни Селеби есть. Нам выпал. Обычный Селеби. Это тоже круто. И последний кисть, ребята. Давайте посмотрим, кто нам выпадет. Я там вижу Шайни. Кто там был? Шайни Райкваза я видел, как пролетела. Энтей. Мью. Но мне кажется, что кто-то не очень выпадет. Мне кажется, Мью или Забдос выпадет. У меня прям такое предчувствие. Что или Забдос, или Мью. Ну, Шайни Артикуна нам выпал, ребята. В принципе, тоже нормально. Шайни Артикуна вы тоже не встретите на сервере. А они, в принципе, не такие уж ценные. Но все же, это же Артикуна. В принципе, это же легенда. Так, куда ты пропал? Вот он. Ну, все, ребята. На этом мы будем заканчивать. Я просто хотел поделиться той новостью, что на сервера были добавлены вот эти открытия кейсов. Если, в принципе, вам даже понравилось это видео, это просто-напросто информативное видео. Я хотел с вами поделиться, что и как. Но все же, если вам даже понравился этот OpenCase... Какой-то... Pokemon OpenCase, потому что это не OpenCaseCase, это OpenCasePixelmon, можно и так сказать. Если вам даже это понравилось, то, ребята, поставьте лайк. Набираем 200 лайков. Я сделаю еще один OpenCase. Будет какая-то мини-новая рубрика, да, открытие серверов на... Открытие серверов, да? Я хотел просто сказать, открытие кейсов на моем сервере. Поэтому, ребята, давайте на этом будем заканчивать. Стоять на месте. Я иногда буду проводить розыгрыши. Там какие-то паки, да? Я, например, буду в группе и на сайте объявлять, да? Мол, объявляется конкурс, репосты. Вы там зарепостите вот этот пост. И случайным образом будет там выбрано 5 победителей, которые получат там, допустим, по одному золотому ключу и по одному золотому кейсу. Или там по два золотых кейса. Или, например, будет там 15 победителей. 5 победителей получат по одному алмазному кейсу и ключу. Там 5 победителей получат по золотому и 5 по серебряному. И, в принципе, даже я вам буду бесплатно вручать кейсы и ключи, и вы, в принципе, сможете даже сами бесплатно открывать вот эти кейсы, иногда, конечно, когда будут розыгрыши, и пытаться выбить что-то крутое. Ребята, на этом мы будем заканчивать, ставьте лайки, чем больше лайков, тем больше видео, ребята, я это уже давным-давно говорил, если хотите больше видео, поставьте лайк, я буду этому очень рад, потому что чем больше лайков, тем больше для меня мотивации делать новые видео. Честно, ребята, вы себе не представляете, какая это большая мотивация для меня делать новые видео, когда вы мне ставите лайк. Буду очень рад, если вы оставите свой комментарий, я читаю прям, смотрите, прям каждый, 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 каждый ваш комментарий, и также постараюсь ответить на каждый из них. Многие ютуберы просто-напросто кладут на этот большой, вы поняли что? И даже плюют на своих подписчиков и не читают их комментарии, не, здрасте, не реагируют на их критику и принципе просьбы. А я, если честно, общаюсь с подписчиками, хотя бы стараюсь это делать, потому что иногда это сложно, иногда это бесит, когда попадаются какие-то хейтеры, можно так сказать, которые не хотят со мной общаться, которые просто-напросто пишут мне вконтакте и обзывают меня до последнего, и такие, конечно, бывают. Но все же с адекватными я пытаюсь общаться, поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы я прочитал ваш комментарий и ответил на него все, что от вас требуется, это просто-напросто написать его. Я буду этому очень рад. Всем спасибо за просмотр, заходите на мои серверы, я буду очень этому рад, ссылочка на них в описании. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.